В век информационных технологий проблема рабства, к сожалению, все еще актуальна. Чаще всего те, кого мы видим на улице с протянутой рукой, члены мафиозной структуры, которая их контролирует. Для поисков решения данного вопроса на законодательном уровне лидер Справедливой России Сергей Миронов провел онлайн-встречу с руководителем волонтерской организации «Альтернатива» Олегом Мельниковым. Я хотел в том числе поговорить по поводу нашей инициативы фракции Справедливой России. Мы предлагаем внести ужесточение, установить административную и дальнейшую уголовную ответственность за организацию попрошайничества по аналогии соответствия за организацию проституции. Хотел бы тоже услышать ваше мнение, но в целом хотел бы узнать, как у вас обстоят дела, и не скрою, чем помочь, как законодателю, как гражданину, потому что еще раз хочу сказать, то, что вы делаете, это просто святое дело. И за это вам огромное спасибо, вам и вашим коллегам. Сегодня попрошайничество – один из самых жестоких видов современного рабства. Жизнь грудничков в среднем три месяца. Внешний вид бабушек – чем хуже, тем лучше. Эту бабушку мы освободили, ее держали молдавские цыгане, ее из луганства принесли, побежали ей сделать деперацию на глаза, а в итоге ей зашили глаза. Чем больше гнаились у нее глаза, тем больше она, соответственно, и зарабатывала. Сейчас с этим беспределом помогает бороться только альтернатива. Сергей Миронов обещал взять ситуацию под собственный контроль. Задача справедливой России – добиться законодательной основы для борьбы с рабством, а также введения административной и уголовной ответственности за организацию попрошайничества.